ЦБ резко осадил Тинькофф Банк за валютные комиссии. Грабежа не будет? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник». Разбираем еще одну свежую новость. Вчера вечером очень сильно порадовал ЦБ. Порадовал тем, что выпустил разъяснение о недопустимости в одностороннем порядке для банков менять условия обслуживания. Ну и, конечно, это разъяснение пришло в контексте тех комиссий, которые банки за последний месяц ввели по валютным счетам. Мы с вами неделю назад обсуждали, что Тинькофф Банк отличился больше всех, потому что они хотели с конца июня ввести абсолютно грабительскую комиссию в 12% годовых за хранение валюты. В чем здесь проблема? Что обычно 12% годовых, это по кредитам столько начисляется, это комиссия брокеров за использование заемных денег или ценных бумаг. То есть это за займы такая комиссия. А здесь Тинькофф захотел брать с конца июня столько за хранение своей собственной валюты. В том видео я говорил, что есть два основных варианта, как такое могло произойти. Либо из-за жадности Тинькоффа они решили столько ввести, либо это было, условно говоря, санкционировано ЦБ, была инициатива ЦБ, и что там все банки такое же примерно скоро введут. Я очень сильно опасался второго варианта и очень надеялся, что это жадность Тинькоффа. В комментариях со мной не соглашались, и вот тут писали, что, значит, без ЦБ тут не обошлось, проверяют реакцию, смотрим, как ЦБ закрывает глаза. Но нет, но нет. Спустя неделю оказалось, что ЦБ глаза не закрывает. ЦБ с, видимо, широко открытыми глазами смотрел на вот этот беспредел от банков, ну, в особенности от Тинькоффа банка. Мы с вами говорили, что другие банки тоже ввели комиссии, но не такие грабительские, как Тинькофф. И вот ЦБ выпустил, да, это, кстати, официальное информационное письмо вот на сайте. Это все официальный сайт ЦБ, я вам показываю. Это вчера здесь вышло, да, вот информационное письмо тоже. Также URL это официальный сайт ЦБ, и они сказали, что ай-яй-яй, так делать нельзя. И, в частности, что конкретно делать нельзя? Не то, что комиссии нельзя устанавливать, а то, что если просто какой-то банк, да, меняет какие-то тарифы у себя, и, так сказать, на официальном сайте что-то поменял, и, мол, все, да, так сказать, без согласия клиента. Ну, вот так нельзя, да, не считается, что клиент на это согласился. А то вот Тинькофф, да, как они вот эти комиссии объявили? Они, значит, у себя там поменяли тарифы, вывесили на сайте, разослали e-mail, ну, опубликовали в соцсетях. То есть, уважаемые клиенты, мы в одностороннем порядке вместо 0% годовых ставим комиссию 12% годовых. То есть, по сути, вводим такую гигантскую комиссию. ЦБ сказал, что так делать нельзя, и если, так сказать, клиент получил письмо, в котором написано, что комиссии какие-то вводятся новые, большие, ну, не значит, что клиент на них согласился, да, то есть в одностороннем порядке, так делать нельзя. Ну, вот это основная идея вот этого письма, оно вот здесь, видите, там где-то 3 странички занимает, ну, и на сайте ЦБ это все у себя продублировал, и по СМИ это сегодня тоже уже разошлось. Конечно, мера крутая, потому что, да, она предотвращает введение вот таких вот комиссий. Конечно, она не предотвращает введение таких комиссий по каким-то новым валютным счетам. То есть, вполне может быть такое, что Тинькофф сейчас, да, так сказать, переобуется, скажет, что по текущим валютным счетам, окей, комиссии не будет, но по новым открытым валютным счетам, может быть, такое будет, да. Вот здесь ЦБ от этого их, так сказать, это им запретить не может, потому что новые договора, если заключаются по каким-то условиям, и там написано, что за это комиссия, тут, к сожалению, клиенту надо либо согласиться с договором и заключить его, либо не соглашаться и не заключать. Но главное, конечно, что если у вас уже открыт счет, вы, например, копили какое-то количество валюты, покупали ее там по текущему, ну, довольно выгодному курсу, сейчас доллар стоит сильно дешевле, чем в предыдущие несколько лет и сильно дешевле, чем, например, в марте, то вам не нужно беспокоиться, что можно будет просто так стричь гигантскую комиссию со всего этого дела. По крайней мере, ЦБ высказался сильно против, и я надеюсь, что в ближайшее время все банки это учтут, ну, и отменят вот такие комиссии по уже заключенным договорам. Вот, в комментариях, как я говорил, писали, что ЦБ закрывает, может быть, закроет глаза, без ЦБ тут не обошлось, но мы с вами уже увидели, что, так сказать, все наоборот. Вот, и тут может возникнуть вопрос, а зачем ЦБ не давать банкам, ну, какие-то дополнительные деньги зарабатывать, если, так сказать, да, схавают и другие банки введут, ну, вот как тут пишут в комментариях. Вот, ну, дело в том, что для ЦБ эта история та, которая будет работать против усилий ЦБ. Чем занимался ЦБ, ну, собственно, финансовой власти, ну, сейчас, раньше-то можно было говорить, что ЦБ отдельно, Минфин отдельно, то есть есть отдельные, так сказать, регулирующие органы, они и сейчас тоже, так сказать, есть. Но, как понимаете, в кризисной ситуации наверняка все сплотились, и сейчас уж точно некоторый единый центр принятия финансовых решений. Вот этот единый центр принятия финансовых решений сейчас наверняка пытается бороться с одной из ключевых проблем. Это слишком сильное укрепление рубля и падение валюты. Дело в том, что от курса валюты зависит поступление в бюджет. Валюта, конечно, там, дороже 100, там, доллар, там, или евро по 100, 110, 120, это невыгодно, потому что вызывает слишком большую инфляцию и панику валютную среди населения. Но и доллар по, там, 56, это тоже слишком нехорошо, потому что тогда доходы бюджета от сырьевого экспорта сильно снижаются. И было видно, что за последний месяц было довольно много мер предпринято для того, чтобы ослабить валютное регулирование. Например, было отменено требование о продаже сначала 80, затем 50% валютной выручки. И, собственно, там, за рубеж переводы то было нельзя делать, то до 10 тысяч в месяц, то до 50, то теперь до 150 тысяч долларов в месяц. То есть видно, что меры были направлены на то, чтобы, наконец, народ как-то, экономика возвращалась к валюте, по крайней мере, ее покупала, чтобы курс как-то подрастал. А история, что будет какая-то комиссия захоронения валют, она, конечно, идет в разрез с этим планом. И неудивительно, что, в общем-то, решили такие комиссии убрать, ну, или, по крайней мере, сказать, что по текущим договорам такие комиссии вводить нельзя. Еще одна из интересных точек зрения была в том, что, вот, посмотрите, владелец банка поменялся с Тинькова на Потанина, и все, основной владелец, там, 35% компаний, и все вот пошло такое вот безобразие. Ну, на самом деле, да, владелец банка поменялся буквально месяц назад, месяц небольшим назад, и я думаю, что все-таки вот эта инициатива была чисто от Тинькова банка. Ну, я не думаю, что Потанин успел в банке поменять руководящую компанию, руководящую команду, прошу прощения. Скорее всего, это, так сказать, такой стиль Тинькова повышать, Тинькова банка повышать комиссии, так сказать, на ровном месте. И они здесь просто так сильно перегнули, к счастью, в данном случае к счастью, что, в общем-то, всем этим заинтересовался ЦБ, возник определенный резонанс, в том числе, надеюсь, что и благодаря нашему видео, которое, видите, более 7 тысяч просмотров собрало, да, там много еще СМИ про это написало, и в итоге ЦБ решил вмешаться. Поэтому очень важно создавать резонанс против вот таких ситуаций, где банк пытается как-то обобрать клиентов. Ну и мой, так сказать, мое сообщение конкретно для Тиньков банка, мое, так сказать, пожелание для Тиньков банка, особенно для тех людей, которые вот такие вот комиссии 12% годовых придумали, пососите, пососите, пососите и риски, а то вдруг кто-то не так воспримет эти слова, да, и риски очень помогает мыслить головой, думать и размышлять о том, как честно деньги зарабатывать, а не, так сказать, пытаться вводить грабительские комиссии с клиентов. Поэтому сосите, сосите и риски, уважаемый Тиньков банк, думайте, улучшайте условия, улучшайте обслуживание клиентов, но не пытайтесь вводить какие-то грабительские комиссии, которые, к счастью, ЦБ в данном случае предотвратил. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Здесь уже обращаюсь к уважаемым зрителям канала, ставитесь подписчиками. Подписчиков благодарю за то, что подписаны на канал. Лайки, комментарии с пожеланием по темам будущих видео тоже всячески приветствуются. Желаю вам успешных инвестиций.